Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели! В эфире программа «Якутск. Сегодня». В студии работает Ларина Сукуева, за режиссёрским пультом Мария Новгородова и Николай Слепцов. На календаре 23 июня среда. И сегодня в нашем выпуске мы поговорим о медицинской помощи больным туберкулёзам, а затем вновь о конкурсе грантов главы нашей республики. Не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что звоните нам в студию и задавайте вопросы нашим гостям. Телефоны в студии прежние 320066-321166. И, конечно же, работает наш WhatsApp-номер. Вы тоже можете отправлять свои вопросы туда, своими сообщениями. Номер 8-964-428-8818. Многим уже понятно, что туберкулёз коварен и может поражать все органы. Иногда он долго не проявляет себя никаким образом и может маскироваться под другие заболевания. Но туберкулёз в наше время излечим, и залог скорого выздоровления кроется в своевременной диагностике. Более подробно о медицинской помощи больным туберкулёзам расскажет Александр Кравченко, главный внештатный фтизиатор Минздрава Республики, доктор медицинских наук. Доброе утро, Александр Фёдорович. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, какая ситуация сейчас у нас в Республике по туберкулёзу, потому как недавно ещё считалось, что у нас в Якутии довольно-таки много больных этим заболеванием. К сожалению, вот этот миф о многочисленности и тяжести туберкулёзных заболеваний у нас в Республике ещё сохраняется, ибо действительно в прежние времена ситуация была очень серьёзной. Ну, а сегодня мы хотим уже сказать о том, что Всемирная организация здравоохранения и президент нашей страны Владимир Владимирович Путин уже объявил о ликвидации туберкулёза к 1935 году, и пока это движение идёт позитивное. В этом году Россия вышла из тяжкого бремени 30 стран, обременённых туберкулёзом. Россия выведена из этого списка, для этого, конечно, была очень проведена большая работа. Что касается нашей Республики, то действительно эти тенденции российские в целом и у нас они определяются, и прослеживаются, и в этом году у нас снижение от средней российского показателя ниже, порядка 8%, а число заражённых людей туберкулёзом стало ниже на 15%. И в этом году у нас достигнут ещё один исторический минимум – это смертность 2,4 на 100 тысяч населения. Ну, это, если перевести в абсолютную цифру, это порядка 45-43 человек, умерших у нас в Республике. Конечно, этот показатель ниже. А как повлияла пандемия коронавируса на распространение туберкулёза в нашей Республике? Ну, здесь, думаю, что лучше вспомнить русскую поговорку – нет хода без добра. И надо понимать, что и ковид, и туберкулёз – это два заболевания, это воздушно-капельные инфекции. Инфекции очень контагиозные, то есть обладают высокой заражаемостью. И те беспрецедентные меры, которые приняты были правительством нашей страны – это и, скажем, санитарное и эпидемиологическое соблюдение правил на бытовом уровне ношения масок, ограничительные меры. Они, конечно же, как мероприятие по прекращению пути передачи ковид, сыграли очень положительную роль и при туберкулёзе. Та и другая инфекция, ещё раз повторяю, они воздушно-капельные. И вот эти ограничительные меры, которые мы настаивали в своё время и в предыдущем созыве, и в этом созыве депутатов Государственной Думы Российской Федерации, в наш парламент предыдущий и этот созыв, мы тоже вносили проект закона. Он, конечно, не был, к сожалению, принят, но в отличие от ковид, это было сделано очень быстро и практически те мероприятия, которые мы инициировали, вот половина из них, она была удовлетворена при распространении этой инфекции ковид. Поэтому именно эти мероприятия позволили не только снизить заболеваемость ковид или ограничить его распространение, но и сыграли очень положительную роль при туберкулёзе. А в связи с продолжающейся пандемией, она же всё-таки продолжается, где ситуация остаётся ещё более напряжённой? — Да, в этом плане, конечно, мы, в отличие от других территорий Российской Федерации, мы сохранили наше противотуберкулёзное диспансерное отделение во всех территориях административных республики. И в плане именно оказания медицинской помощи больным туберкулёзам и его предостережения от ковид, в каждом районе, конечно, эта работа очень хорошо шла. Уже в феврале, ой, в апреле прошлого года уже были выпущены нашим федеральным министерством так называемые временные рекомендации по обслуживанию наших пациентов с туберкулёзом. Поэтому вот такого вот, скажем, грубого вмешательства и ухудшения ситуации по туберкулёзу по поводу ковид у нас в республике не произошло. Хотя территории России не все однозначные, но у нас в республике мы констатируем, что у нас такого провала или ухудшения нашей туберкулёзной ситуации не произошло. А вообще много ли заболевают коронавирусом из числа пациентов, которые болеют туберкулёзом? Как и где их лечат? Это вопрос совершенно правильный, ибо мы все подвержены. Природа не видит человек, сколькими заболеваниями он заболевает. И не дожидаясь и на федеральном уровне, и на республиканском уровне, мы уже в прошлом году, в апреле месяце, когда только-только начали выходить нормативно-правовые акты и началось обсуждение, мы один наш корпус для больных туберкулёзом, который стоит отдельно, мы его переоборудовали под ковид-стационар. Это было сделано из-за того, что мы понимали, что в республике не хватит боксированных палат, а больной туберкулёзом он не может находиться среди всех остальных больных, даже в реанимации. Он должен находиться в боксированной палате, там, где есть переточно-вытяжная вентиляция, отдельное обслуживание, ну и так далее, и так далее. Поэтому мы для больных наших открыли ковид-стационар, и всех пациентов, которые у нас в республике, больные туберкулёзом заболевали, сочетанной патологией ковид-туберкулёз, мы их всех эвакуировали в этот стационар. И надо сказать, что мы это, к счастью, сделали очень своевременно. Потом мы помним, да, открывались много коек дополнительных, переоборудовались многие отделения в республиканских больницах, в центральных районных больницах. Но вот это вот то, что мы отделили больных туберкулёзом от общего потока больных ковид, это, конечно, сыграло в эпидемиологическом плане абсолютно положительную роль. А в период жестких ограничительных мероприятий, в том числе по передвижению пациентов, как обеспечивается доступность и качество медицинской помощи больным туберкулёзам? Да, и надо понимать, что все передвижения были запрещены, не ездить в автобусах, очно не ходить в амбулатории, в поликлиники. И в связи с этим мы, значит, все разом вспомнили о том, что существует Zoom, что существует интернет. И, естественно, мы подхватили этот тренд. И у нас в амбулаторной поликлинической службе, как во взрослой, так и в детской, нами были развернуты внедрения этих технологий. Ну, во-первых, был открыт отдел медико-консультативной помощи, где придано было телемедицинские консультации. И у каждого врача на рабочем месте было оборудовано вот это персональное рабочее место, АРМ называется, автоматизированное, где через запись госуслуги мы принимали пациентов онлайн. Ну, то есть пациент регистрируется, он выходит на врача по записи, когда ему отведено время. Врач видит пациента, пациент видит врача. И там, значит, ведется вот такой вот прием. Что касается лекарственных препаратов, то пациент эти лекарства пьет на дому, и пьет ли он эти лекарства, или нарушает ли режим, это все еще и контролируется посредством виде связи. Но, к сожалению, не все пациенты выходят, поэтому нами были организованы бригады, которые выезжали на дом, ну, как положено в СИЗах, со всеми соблюдениями правил противоэпидемических, и раздавали нашим пациентам таблетки. И для контроля, да, получается? Я сделаю маленький комментарий, что за вот целый 20-й год у нас всего лишь сочетанной патологией больных туберкулезом было 45 человек. Из них только у четверых развился в той или иной форме вот этот вот пневмонит. И тяжелых форм у нас не наблюдалось, и за все время мы из числа больных туберкулезом пока не потеряли ни одного больного по поводу кобид. заболеваниям ковид. Это тоже, конечно, говорит о том, что в этом плане наша служба была выставлена достаточно хорошо. Ну, вот вы сказали, да, что вот эти технологии внедряются в медицину, в том числе и в тезиатрию. Какие ваши ожидания вообще от этих новшеств? Вообще цифровизация идет вообще в экономической и социальной сфере вообще в Российской Федерации. И наше министерство тоже работает в этом плане. И в этом году, с прошлого года, появились так называемые пилотные территории, пилотные организации, где система электронной медицинской документации начала работать, скажем, по новому вектору. В частности, на рабочих столах у врачей появилась программа так называемая Артемис. Система ТЭМИС, она предыдущая, будет пока уходить постепенно с арены работы медицинских, а Артемис будет туда входить. И скажу, что в этом едином цифровом контуре, который Министерство здравоохранения сейчас проводит достаточно активную политику, будет достаточно удобно и для врачей, и для больных. Если больной куда-то обратился в какое-то время к другому специалисту, про этого пациента будет знать специалист совершенно другой медицинской организации, что там сделали, как им у него проходило эти мероприятия или это лечение, какие были результаты. То есть единая база какая-то, да? Да, будет единый цифровой контур, где мы можем о пациенте узнать абсолютно всё, а не только в ту организацию, к которой он обратился. Я считаю, это будет своевременно и очень достоверным для работы врача. Очень удобная, да, наверное, программа. Что ж, огромное спасибо вам за участие в нашей утренней программе. Я желаю вам удачи, хорошего настроения и, конечно же, здоровья. Дорогие друзья, сейчас мы прерываемся на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, после рекламы мы поговорим о конкурсе грантов главы нашей республики. Удро. Программа «Якутск» сегодня продолжает свою работу. Я спешу представить вам обладателя гранта главы нашей республики по итогам прошлого года, 2020-го, председателя русской общины Якутии Александра Подголова. Александр Григорьевич, доброе утро. Доброе утро. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что звоните нам в студию и задавайте вопросы нашему гостю, если у вас вопросы, конечно же, имеются. В студии телефон прежний 32-006-32-11-66 и у нас работает WhatsApp номер 8-964-428-88-18. Александр Григорьевич, в прошлом году вы стали обладателем гранта главы нашей республики. Скажите, с каким проектом вы одержали победу в этом конкурсе? Ну вот, с которым я и пришел. Вот баннер, он называется «Русско-якутский детский альманах». Начиная с сентября месяца 2020-го года и заканчивая сентября этого года, мы каждый месяц рассказываем в разных видах, по-разному, о русских и якутских писателях. Вот, например, в июне месяце у нас три поэты и писателя. Это Александр Сергеевич Пушкин и братья Даниловы. Поэтому стараемся донести творчество русских и якутских писателей. Получается, что цель вашего проекта это популяризация, да? Популяризация, да, родного языка русского и якутского. Вот что вы уже сделали за этот период? Вы сказали, что в разных видах, разных хипостасях начали как бы доносить до нашего населения о якутских и русских писателях. Что за проекты были? Что за задачи? Ну вот, мы начали этот проект с Натальей Ивановной Харлампевой. Она встретилась в музее «Россия. Моя история» со школьниками моей родной школы номер 7, где она рассказала о поэзии, о своем творческом пути. На самом деле, очень-очень хорошо прошло первое мероприятие. И как бы Наталья Ивановна дала нам такой очень хороший старт. Потом мы провели викторину. Мы даже не ожидали радиовикторину через интернет по творчеству Петра Тобурокова. И я даже думал, что хорошо, если там человек 20 будет участвовать. А вышло? А вышло практически тысяча. Ух ты! Тысяча человек. И мы с общественной организацией УСТУМСУ, они нам помогали как бы членами жюри обрабатывать ролики детей, которые приходили. На самом деле, мы очень долго решали, кто победит. Победителей стало больше, чем мы ожидали. И были приятно удивлены, вот честно, по поводу творчества Тобурокова. Потом хотелось бы отметить, что есть такое... Столкнулись с такой проблемой. Это то, что, например, книги якутских писателей это, оказывается, редкость. Почему? Сходите, например, сейчас в любой книжный магазин и найдите мне Сафрона Данилова или Семена Данилова. Такие книги можно найти в библиотеках, да? В библиотеках, да. А вот, слава богу, что нам сейчас мы наладили контакт с битчиком, и у нас вот такие книги, которые вы сейчас видите, вот они у нас есть, и мы их раздаем, дарим всем участникам наших конкурсов, викторин, фестивалей. По-разному мы это все проводим. Например, мы проводили в детских садах фестивали. Один проводили в якутском, в детском саду, а другой в русскоязычном. И дети так активно, очень хорошо участвовали. А какую сумму вы выиграли? Ну, это 700 тысяч. А много ли было конкурентов в вашем направлении? Ну, это уже надо у жюри спросить. Честно, я вот этой цифры не знаю. Расскажите об участниках вашего проекта. Кто проводит конкурсы и семинары? Для кого они ориентированы вообще? Ну, проводятся на силами членами Совета Русской Общины. Ну, вот, помогают, составляем вопросы, находим партнеров, созваниваемся. В общем-то, это вот силами членами Совета Русской Общины. А вот наши, скажем, благополучатели, это у нас начинается с трех и до бесконечности. Например, у нас очень ярко и часто выступает, например, со стихами Башарин. Академик. То есть, получается, что вы каких-то вот известных личностей приглашаете, да, принимать участие? Да, мы понимаем, и очень приятно, что они не отказываются. Но очень многие сами участвуют. Тот или иной автор им нравится, и они выходят на нас и читают или стихи, или отрывки произведений. Александр Григорьевич, я знаю, что вы к нам пришли сегодня не просто так. Вы подготовили задание для наших телезрителей и радиослушателей. Расскажите об этом. Вот, ну, сейчас мы, хотелось сказать, что мы сейчас вместе с вами, Ларина, начнем викторину, посвященную братьям Семену и Сафрону Даниловым. И я прямо начну с первого вопроса. И пока мы будем дальше, надеюсь, разговаривать, может поступить звонок, и кто-то ответит. Ну, а если нет, ну, будем сразу же и отвечать. И тогда призы будете вы, Ларина, забирать, режиссеры, операторы наши. Все призы могу сегодня забрать. Мы отдадим, отдавайте призы. Друзья, не забывайте, вы можете звонить нам в студию, принимайте активное участие в нашей викторине. Телефон в студии у нас 32-00-66-32-11-66. Так что звоните и отвечайте на вопросы викторины. Первый вопрос, Александр Григорьевич. Итак, где родились братья Даниловы? Угу. Где родились братья Даниловы? И можно, и если кто-то сейчас прям готов будет ответить, было бы хорошо, если бы они еще и назвали в каких месяцах. Если уж... А вы не думаете, что этот вопрос довольно-таки сложный? Не, вот дело в том, что я считаю, что интеллигенция и люди взрослые вот эти вещи должны знать. Я же, например, знаю, когда родился Александр Сергеевич Пушкин. Пушкин, да. Я сейчас вам могу еще большое количество назвать дни и года рождения русских поэтов, но не будем про меня. Давайте, может, кто-то все-таки есть. Итак, где родились братья Даниловы? Нужно назвать местность. Ну и, в частности, район Якутии. И можно тут же добавить число и год, да? Ну... Или нет? Попозже, да? Ну, это можно попозже. Ну, если будет звонок. Телезрители и радиослушатели, мы ждем вашего звонка в нашу студию 32 1166 и 32 0066. У нас уже есть звонок. Доброе утро. Мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе. Иван Петрович и Сафрон Петрович и Данилов родились в Горном Улусе. Отлично. А в каком... А на слег можете уточнить? Да, в местность уточнить. По-моему, называется... Ну, местность или Аллах там, да, Дэс, мне кажется. Ой, ладно. Вам надо будет завтра подойти по адресу проспект Ленина, 42, где находится другая общественная организация, с которой я возглавляю подросток с 10 часа. А как ваша фамилия? Мария Колодезникова. Вот, Мария Колодезникова. И вы получите от нас, как первый человек, который ответил на наш вопрос, тарелочку, кого выберете, Сафрона или Семена, и книги на выбор. Так что ждем вас завтра. Огромное спасибо за участие. У нас на этом вопросы пока не заканчиваются. Следующий вопрос, Александр Григорьевич. Вот в следующем году наша республика будет отмечать столетие. А кто из братьев Даниловых является ровесником республики? Практически чуть ли не день в день. Я уже знаю. Александр Григорьевич, может быть, вы вспомните любимое произведение братьев Даниловых? Что вы любите? Нет, ну, вот у них нету такого общего, такого, как сказать, какое у них, имейте в виду мое? Да, ваше личное. Это которое уже практически знают все и за него получили, пока бьется сердце. Сафрон Данилов. По-моему, тогда этот роман прочитали очень многие. И я даже хочу на будущее просто сказать, вот Сафрон Данилов за это получил российскую премию государственную. Вот за это произведение. Так, а мы напомним вопрос нашей викторины. кто из братьев Даниловых является ровесником нашей республики? У нас есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе. Итак, ваш ответ? Ответ мой Сафрон Петрович. Сафрон Данилов. Правильно. И вы знаете дату, да? Ну, если совпадает с днем рождения республики, то где-то 26-27 апреля. Нет, месяц угадали. Это я вас вел в заблуждение. Апрель месяц, 19 апреля Сафрону Данилову будет 100 лет. Ага, хорошо. Замечательно. Вам нужно тоже представиться, как вас зовут? Меня зовут Светлана Кентьевна. Очень приятно. Светлана Иннокентьевна, тогда мы вас тоже ждем завтра за призом по адресу проспект Ленина, 42, второй этаж Ассоциация подросток с 10 часов. И вы получите приз. с 10 до 5. В течение рабочего дня получается. Чтобы так не думали. Теперь следующий вопрос. Ну, я думаю, что, надеюсь, ответят. Какие произведения русских писателей Чернышевского и Островского переведены Сафроном Даниловым на якутский язык? Вопрос для людей, которые изучали хорошо литературу в школе. Вопрос вообще, по большому счету, логически могут даже догадаться. Ну, да. Да. Особенно Чернышевский, мне кажется. Те, кто изучал литературу, легко могут ответить на этот вопрос. У нас есть телефонный звонок. У нас очень активный... Нет. Оказывается, телефон сорвался. Александр Григорьевич, вот вы сказали, что дату рождения Александра Пушкина вы знаете, это точно. Ну-ка, напомните нам. Ну, 6 июня. А год? А год 99-й. 1799 год. Ну, я, почему Ларина очень часто стал на это, ну, об этом говорить, потому что очень многими молодыми ребятами стал встречаться, которые прям бьют себя в грудь и кричит там Ясаха, там прям. А я ему просто спрашиваю, если ты гордишься, что ты якут, вообще это, конечно, здорово и приятно. Ты мне просто, например, скажи, когда родился. Ильич, что ты прочитал из Кулаковского? И тут повисает пауза. Поэтому, когда ты с чем-то гордишься, это надо не только на словах, но и какими-то знаниями подкреплять. Поэтому мы специально сейчас вот такими викторинами, такими конкурсами занимаемся, чтобы все-таки наша молодежь и население знали. Я совершенно с вами согласна. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не забывайте, что сейчас мы проводим викторину на тему якутских писателей. Через несколько мгновений вернемся в студию и будем задавать вопросы. Вы можете выигрывать призы. Доброе утро, дорогие друзья. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу и мы продолжаем проводить викторину, подготовленную русской общиной Якутии. Викторина, напоминаю, посвящается якутским писателям. У нас сегодня в гостях Александр Подголов, председатель Русской общины Республики Саха Якутия. Друзья, мы работаем в прямом эфире, так что звоните в студию, отвечайте на вопросы викторины. Повторим, Александр Григорьевич, вопрос, да? Какие произведения русских писателей Чернышевского и Островского переведены Сафроном Даниловым на якутский язык? Вообще, логически можно. Тот-то, по крайней мере, учился в школе 70-е, 80-е годы. Ну, на самом деле, вот это произведение Чернышевского я проходила в старших классах. Так что, это входило в школьную программу. А я, кстати, другого произведения Чернышевского не знаю. Я, честно говоря, тоже, да. Так что, мы тут дали вам такую замечательную подсказку. телефон в студии у нас 32-0066 32-1166 у нас есть телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Алло. Доброе утро, да, говорите. Можно второй раз, да? Повторить вопрос, да? Нет, участвовать. Конечно. Я думаю, да. Да? Ну, это, если Чернышевский, то это что делать, наверное? Правильно. Ну, а Островского лучше мы вам сами скажем правда, хорошо, а счастье лучше. Еще раз, это кто был у нас, чтобы я запомнил? Светлана Иннокентиевна. Все, Светлана Иннокентиевна. Тогда ждем вас завтра. Ну, можно я сразу задам следующий вопрос? Давайте, да. Опять Сафрон Данилова, я думаю, что тоже легкий вопрос и тоже логический. Как называется цикл рассказов Сафрона Данилова о народном заступнике? Скоро будут игры его имени. А-а-а-а-а. Вообще, кто составлял эти вопросы, Александр Григорьевич? Ну, это члены Совета Русской Общины. Телефон. И в интернете можно найти ответы? Конечно. То есть, можно быстренько там набрать и узнать ответ. У нас телефонный звонок. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Говорите. Ну, я так думаю, что это про Василия Мончары. Правильно. Вы представьте, чтобы мне, чтобы мои работники записали, чтобы завтра вам вручить приз. Ирина Андреева. Ирина Андреевна. Большое спасибо. Ирина Андреевна, а можно вам вопрос? Да. Случайно не знаете, Сафрон Данилов какое учебное заведение окончил? Ой, затрудняюсь ответить. Это будет следующий вопрос нашей викторины. Давайте не будем смущать нашего телезрителя. Но мы все равно вас завтра ждем. Александр Григорьевич, скажите, вот за то время, что вы проводили, уже провели подобные конкурсы, викторины, вот уже сложилось наверняка общее впечатление, да, как реагируют ребята и люди постарше вот на подобные вопросы, да, что ли, что они вообще знают о якутской русской литературе, много ли? Ну, нам еще я хочу сказать, что вот в прошлом году мы завершили конкурс, который назывался «Русский поэтический календарь», где мы, начиная с января 2020 года, проводили, каждый месяц посвящали какому-то русскому поэту и начинали с Александра Сергеевича Грибоедова. И все-таки обидно, что пандемия, да, но даже во время пандемии мы поняли, что не зря это делаем, потому что участников с каждым конкурсом становилось все больше, больше и больше. И нам постоянно звонили и постоянно у нас появились даже семьи и дети, которые участвовали постоянно. И когда телефонный звонок. Телефонный звонок. У нас телезритель и радиослушатель хочет ответить на вопрос, какой, повторим, Александр Григорьевич. Какое учебное заведение окончил Сафрон Данилов? Доброе утро. Мы вас слушаем. И когда телефонный звонок. Вам нужно будет сделать потише радиоприемники. Алло, доброе утро. Мы вас слушаем. Сафрон Данилов закончил Якутский педеринститут. Правильно. Вы представьтесь, чтобы нам записать, кто ответил и чтобы завтра вам вручить. Как вас зовут? Афанасьев Максим Гаврилович. Афанасьев Максим Гаврилович. Мы вас завтра тоже ждем по адресу проспект Ленина, 42, второй этаж, ассоциация подростых с 10 до 5. Приходите за своим призом. Спасибо. До свидания. Отлично. Спасибо за участие. Следующий вопрос. Кто из братьев Даниловых состоял в Международном комитете писателей стран Азии и Африки? Такой заковыркой вопрос. И, Александр Григорьевич, пока до нас дозваниваются телезрители и радиослушатели, я хотела вернуться к своему вопросу по поводу вашего проекта. А какой любимый автор у наших граждан? Самый популярный, как бы это банально не звучало, но гениальный он и в Африке гениальный, да? Я догадываюсь уже. Александр Сергеевич Пушкин. И мы поняли, что вот мы уже третий год проводим конкурсы и активнейшее участие принимают жители, именно начиная с детского сада и заканчивая там 70-летними и 80-летними. Телефонный звонок. Доброе утро. Мы вас слушаем. Давайте повторим вопрос. Кто из братьев Даниловых состоял в Международном комитете писателей стран Азии и Африки? Семен Данилов. Правильно. Представьтесь, пожалуйста, и мы вас завтра ждем за призом. Так, как вас зовут? Алло. Да, как вас зовут? Николая Матрена Ивановна. Николая Матрена Ивановна. Мы вас завтра ждем. Проспекление на 42, второй этаж Ассоциация подросток с 10 до 5. Приходите, и вы получите свой приз. Так, следующий вопрос сразу озвучим. Да, вот. У нас не так много времени остается до конца программы. У одного из братьев у Сафрона Данилова был псевдоним. Вот назовите, пожалуйста, псевдоним Сафрона Данилова. Я вчера этот вопрос задала своим коллегам. Не сразу вспомнили они этот псевдоним. Но, может быть, наши телезрители и радиослушатели будут с более хорошей памятью. Будем надеяться, что ответят. Александр Григорьевич, а ваш любимый автор кто? А вообще у меня любимый автор это три писателя. Я очень люблю это короткие рассказы, когда в сжатой форме подаются. Это О. Генри, Антон Чехов и Андрей Битов. три писателя, которые для меня в общем-то на самом деле я их перечитываю и они мне очень нравятся. Но сегодня мы говорим о классиках, да, вот сами вы говорите Пушкин, Лермонтов, наверное, туда же, Есенин и прочее, да. А что-то вот из детского, вот из своего детства вы помните? Мы на этот вопрос ответим попозже. У нас телефонный звонок. Доброе утро. Слушаем. Итак, псевдоним Сафрона Данилова. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите. А лампа? Нет. Но давайте все-таки за то, что вы по крайней мере попытались, за то, что вы попытались, все равно приходите. Завтра как вас зовут? Дарья Семеновна. Дарья Семеновна, приходите, и мы вам тоже все-таки подарим книгу Рона Нилова. Я хотела оставить это вопрос. Нет, Рон Нилов это псевдоним Сафрона Данилова. Да, это на заметочку оказывается. Вот такой вот псевдоним был у Сафрона Данилова. И Александр Григорьевич, какой ваш любимый автор из вашего детства? Ой, ну Агния Барто, Маршак. Я думаю, что стихи Агнии Барто знают все, да? Наша Таня громко плачет, уродила в речку мячек. У нас телефонный звонок, а мы вопрос не... Да, да, да. Точно. Рон Нилов. Представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Ага, спасибо за звонок. Как вас зовут? Назовитесь, пожалуйста. Приходите завтра в Ассоциацию подросток проспект Ленина, 42, второй этаж с 10 до 5. Спасибо за звонок. Дорогие друзья, к сожалению, нет еще не к сожалению, у нас есть еще несколько минут, мы давайте зададим вопрос. А вы знаете, если кто-то из слушателей сейчас позвонит и прочитает стихотворение Семена Данилова, то его ждет самый большой приз. Супер приз сегодняшней викторины. Если успеют позвонить и прочитать стихотворение Семена Данилова. У нас осталось две минуты до конца эфира. А можно зрители, принимайте участие. дело в том, что я же говорил, что у нас конкурс проходит и разные авторы. И вот у нас был конкурс посвященный Андрею Некрасову приключения капитана в Рунгеле. и тарелочка с его изображением. Ларина, это я хочу тебе лично подарить. Помнишь, мы с тобой вели благотворительную акцию и спасательный круг и мы с тобой были как капитаны Юнга. Вот здесь то же самое, только там Юнга лоб выше наоборот. Спасибо огромное. У нас есть телефонный звонок. Доброе утро. Доброе утро. Итак, ваш отрывок нужно будет прочитать. Узнаете строки? Двухстиша. Я надеюсь, что это правда, Семен Данилов. Представьте, чтобы завтра вам вручить как вас Аттрис. Алло, как вас зовут? Мария. Мария. Так, Мария это редкое имя в Конго. Отчество и фамилию, если можно. Мария? Ваша фамилия и отчество? Мария Петровна. Мария Петровна. Мария Петровна, ждем вас завтра с 10 до 5 по адресу проспект Ленина, 42, ассоциация подросток, второй этаж. Можно с центра заходить, можно со двора. Огромное спасибо всем участникам нашей викторины, огромное спасибо Александру Григорьевич за участие в нашей программе. Я желаю вам удачи, отличного настроения. Дорогие друзья, на этой программе завершается. Я желаю вам всего доброго, до свидания. До свидания, я вручаю почетную грамоту и все, что здесь стоит, это в вашей программе. Ура, спасибо огромное. Ой, как приятно. Хочется, спасибо. 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 ne Субтитры создавал DimaTorzok